Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня тоже начинаю такой небольшой свой влог. У нас, как всегда, пасмурно за окном. В принципе, как обычно, включила искусственное освещение. Надеюсь, у меня будет хорошо видно. Девочки, я прямо не удержалась и купила себе снова украшения. Вообще, меня часто спрашивают, какие украшения на мне, когда я показываю, что это за сережки и так далее. И меня также спрашивали про вот это вот колечко. Она у меня мелькала в одном из влогов. По-моему, я в магазин Фамилия ходила с ним. Вообще, я вам показываю все свои новинки обычно. Но вот это колечко, по-моему, я вам не показывала. Обещала показать поближе. Это все из магазина Sunlight. Вы знаете, я очень люблю украшения. И, конечно же, я не могу пройти мимо. Я просто не могу пройти мимо этого магазина. У меня также установлено приложение, в котором в избранном, наверное, я не знаю уже сколько украшений. Я постепенно их по чуть-чуть себе покупаю. Но мне просто безумно нравится. И, кстати, я под этим видео вам оставлю ссылку на скачивание приложения, а также промокод со скидкой 10%. Дополнительной скидкой 10%. Промокод вы можете применить, скачав приложение, а также назвать его на кассе, и вам дадут дополнительную скидку, что вообще не может не радовать. Так что, девочки, обязательно воспользуйтесь. Тем более, скоро Новый год, скоро праздники. И это отлично. Мне кажется, это отличный подарок для любой девушки, женщины. Но я вот просто обалдею от всяких украшений. У меня их много разных. Я частенько, частенько что-нибудь приобретаю. В этот раз у меня аж целых два пакетика. Кстати, в приложении там тоже приходят всякие оповещения о различных акциях и так далее. Поэтому это очень удобно. И у меня в одном из пакетиков подарок, подвеска. Подарок при покупке, да. Вот. Так что, конечно же, я воспользовалась обязательно им. Вообще всем, ну, я не знаю, всем, наверное, украшениям, в которых у меня видите видео, это всё из магазина Sunlight. Я обожаю этот магазин. За его огромнейший ассортимент там сейчас опять обновилось. Обновился ассортимент. Появилось очень много новинок, классных, просто классных, потрясающих. Так что мой список в избранном скоро, я так чувствую, пополнится вновь. И муж тоже, конечно, меня радует из этого магазина какими-нибудь интересными вещичками. Вот это колечко, я, кстати, очень долго на него смотрела, но оно у меня уже давно, где-то полгодика, даже, наверное, чуть больше. И оно мне безумно нравится. Я вам сейчас покажу поближе. Из этой же коллекции, из этой же серии есть ещё и браслет, который я, конечно же, тоже хочу. Вообще, я очень люблю именно итальянскую коллекцию, как в золоте, так и в серебре. Ну, давайте уже скорее откроем мои пакетики и посмотрим, что же там внутри. Итак, девочки, давайте я начну вот с этого украшения. Я ещё раз повторюсь, что я подпишу вам артикулы. По ним очень удобно, ну, по артикулам очень удобно искать в приложении украшения. Все артикулы оставлю вам внизу в инфобоксе. И также ссылку на скачивание приложения и промокод с дополнительной скидкой 10%. Так что обязательно воспользуйтесь. Это вот так вот выглядит кольцо. Итальянская коллекция, конечно, очень сильно радует. Оно вот такое мягкое, больше, чем полугода оно у меня, и нигде ничего не стерлось. Я вообще изначально думала, это вот всё здесь вот фионетики идут. Я вначале думала, что вот этот вот язычок будет цепляться. Но нет, он такой мягенький, ни за свитер, ни за что, ни за куртку не цепляется. Очень симпатичное украшение. Вот такое кольцо, оно крупное, но в то же время такое, ну, привлекает своё внимание. Не зря вы обратили на него внимание, да, потому что оно очень-очень-очень красивое. Действительно, оно на солнышке переливается, вот это вот всё. То есть вот здесь вот, вот здесь вот везде сделаны камушки фионетики. Они у меня, кстати, не выпали, ничего с ними не произошло. Очень качественное украшение. Мне оно безумно-безумно нравится, считаю его прям вообще потрясающим. И точно такой же есть браслет ещё. Тоже вам оставлю артикул на браслете. Кому интересно, обязательно посмотрите. Но отличный, мне кажется, подарок на Новый год. Раз уж моя подарка, давайте я вам ещё покажу то, что мне дали в подарок. Там можно выбрать, вот в магазине, в котором я была, там можно выбрать различные кулончики. Я выбрала вот такой, девочки, он просто классный. Давайте вот так положу. Смотрите, какой красивый кулончик, девочки вообще обалденные. Очень симпатичное такое деревце. Мне кажется, класс. Вот, это у меня получается подарочек. Дальше самое главное, то, что я хотела очень давно. Впервые я это украшение увидела, естественно, в приложении. И ещё летом всё смотрела, смотрела на него. И тут решилась, конечно же, его себе в подарок. Себя тоже нужно, естественно, баловать. Обязательно, девочки. Купили что-то на подарок, купили что-то себе. Это просто обязательно. И, конечно, вот такая упаковочка. Такая коробочка. Это очень, ну, прям приятно вообще. Мне очень нравится этот магазин ещё тем, что и обслуживание хорошее, и вот такие вот делают, да, такую красоту. Вот вроде мелочь, а очень-очень приятно. Итак, девочки, я себе купила вот такую вот очень красивую цепочку. Это серебро. Тоже итальянская коллекция. Ну, конечно же, я очень, ну, я не знаю, почему, вот меня привлекает итальянская коллекция и в золоте, и в серебре. Очень мне понравилось, там посмотрела золотые украшения из Италии. И вот прям есть, что заказать у Деда Мороза, да. Давайте я вам достану, покажу. Вот такая вот идёт цепочка, но, на мой взгляд, её не нужно ни с каким кулоном. Вот видите, Италия. Девушка, у меня так красиво всё упаковало, вообще продавец очень вежливый, тоже мне понравилось. Ну, там всегда, как не приходишь, девочки всегда всё стараются найти, стараются показать. Вот такая вот просто красота у меня появилась новая. Размер 45 я взяла, потому что, мне кажется, именно в 45-м размере вот эта цепочка смотрится просто идеально. Серебро 925-й пробы, сделана в Италии, вес 5,73. Но вы посмотрите, как сделано. Вы посмотрите, какая красота. Ну, просто. Всё это ещё так переливается красиво. В магазине там, да, при освещении таком искусственном вообще всё переливалось. Очень-очень красиво. Вот эти вот шарики, они просто такие гранёные. И видите, как сверкают и переливаются на тоненькой цепочке. Сейчас я вам примерю и покажу. Ну что, девочки, вот так вот выглядит это украшение. Я хотела именно вот такой размер. То есть, чтобы оно было вот так вот, ну, не совсем близко по шейке, да, а вот так. Это 45 размер у меня и мне кажется вообще супер. Есть, конечно же, подлиннее. Ну, я вам артикул оставлю, бирочку уже сняла. Ну, смотрите, как, да, но у меня сейчас искусственное освещение здесь, ну, сверкает просто потрясающе. Просто. Мне кажется, я не расстанусь теперь с этим украшением. Вообще никогда буду с ним просто жить очень красиво, согласитесь. В то же время она и не сильно тоненькая, и не сильно толстенькая, но кулон сюда вешать какой-то, не знаю, смотря какой. Может быть, может быть, и будет симпатичная. Но мне очень нравится, безумно нравится вообще, очень красивое украшение. И кому тоже нравятся итальянские украшения, обязательно посмотрите золото Италии. Очень красивое, там тоже цепочки обалденные просто. Так что, так что все ссылочки, артикулы оставлю внизу в инфобоксе и промо-код тоже. Ну, а теперь я вам покажу еще они свои такие покупки еды, скажем так. Зашла в магазин один. Боже мой, боже мой, боже мой, невозможно. Она прямо чует этот магазин, в который я все время хожу. Вот этот мясной, да сейчас тебе дам, не кричи. Вот, зашла, купила килограмм печенки куриной, не знаю, что-то захотелось. А в принципе зашла, хотела кость говяжью купить собаке, но ничего не было, поэтому я ей купила полкило желудочков. Невозможно, скажу, уже терпеть. Сейчас дам. Полкило желудочков куриных сейчас я ей отдам. Купила два лаваша, там вот таких вот армянских. Что-нибудь накручу. И это говядина. Забрала все, что есть. Все, что было здесь, грамм 400, наверное. И вот такой вот еще вкусный. Очень нравится моим домашним вот эта говядинка из этого магазина. Она прямо очень классная. 700 рублей, где-то 710, что ли, за килограмм. Мне кажется, это очень недорого. Вот. И купила еще вот такой какой-то рулет из индейки. Ну все, даю, господи. Все, пойду, девочки, собаку кормить. А то она бедняга, вот она бедняга такая у меня, да? Такая бедняга. Все, даю, даю. Пойдем. Все, девочки, пойду отдавать. А то она меня сейчас съест. Вот эти очень ей нравятся. Я ей либо сердечки покупаю, либо куриные, бывает, индюшачьи, там продаются. Либо желудки покупаю. Очень полезно. Мне ветеринар говорил именно субпродукты давать. Ну что, мне чисто мышечное мясо. Вот, ну а когда буду жарить печенку, поделюсь с ней еще и печенкой. Так что, такие у меня еще покупки. Все, отдала моей подруге. Скажи, что мне, хозяйка, твои полкило? Да, скажи, что мне твои полкило? Они как на один зубок, да? Скажи, вкусно. Вот маме скажи, спасибо. Спасибо, говорит маме. Вкусно так, вообще сил нет, просто. Я ей много не даю, во-первых, потому что она перестает кушать корм, обычный, сухой, и просит мясо. Типа, мясо мне давай, и все. Да, скажи. Вот, поэтому периодически ей свеженькое, вкусненькое. Она прямо чует, когда я, знаете, возвращаюсь с этого магазина. Она просто, она меня уже, я не знаю, готова съесть. Прям пакет чует. Ну, видно, мясо свежее. Свежее мяско, да? Свежее мяско вкусное. Вот так вот, скажи. Я такая голодная была вообще. Проглотила полкилограмма желудочков. И все. И все, скажи, да? Все, больше ничего тебе там нельзя. Печенку потом. Сюда буду готовить. Да, моя девочка? Вот так вот, скажи. Аж перевозбудилась немножко. Да? Вот такое, скажи. Вот такое. Надо погулять тебя отпустить. Да? Вот такое вот, скажи. Несчастная я. Вкусно мне так было вообще, скажи. Невозможно. Да? Ну, как раз я тут начала готовить ужин. Приготовила такое блюдо. Гавайская смесь. Но, собственно, скажем так, производство. Горох я собирала летом и замораживала. И кукурузу я ее вот как-то купила. Много у меня не съели. Я ее просто срезала с початка, да, с этого. И тоже заморозила. И теперь вот у меня такая гавайская смесь. Просто кидаю замороженные овощи. Обжариваю их. Ну, немножко водички наливаю, тушу. Так, потом обжариваю. Добавляю рис. Все это, соответственно, солю. Можно там спицы какие-то добавить. Перемешиваю. И потом оставляю еще под крышечкой, чтобы вот прям совсем все вкусно было. Очень люблю гавайскую смесь. Ну, и, конечно же, пожарила печенку. Я ее жарю всегда в муке. Обваливаю и жарю прямо так до корочки. И мне, и мужу, ему так нравится больше. Конечно же, я поделилась печенкой с моей собакой. Дала ей тоже очень полезно. Предложила коту кошке, но они у меня отказались от печенки. Ну, и да ладно. Вот, так что вот такой вот у нас сегодня будет вкусный ужин. Гавайская смесь. Вот, гавайская она, по-моему, да, называется. И куриная печеночка. Очень, кстати, люблю куриную печенку. Больше даже, чем, ну, говяжью или свиную. Мне кажется, куриная печенка такая более ароматная. И я в нее, кстати, еще добавляю сухой чеснок. Ну, такой порошком, да. Он не горит, но при этом очень вкусно получается. На меня сейчас кот обиделся. Я жарила печенку. Он ее не ест, но она, видно, всегда так вкусно пахнет, что привлекает очень его на кухню. Пришел, я ему предложила печенку. Он развернулся, ушел и вообще больше не приходит ко мне. Вот сейчас тут лежу на кровати. Он обычно сразу приходит, а тут не пришел. Вообще обиделся. Ну, да ладно. Еще хочу ответить про кошку. Девочки, кошка, у нас такая история есть. Они поделили, мне кажется, территорию. Либо кот так захотел поделить территорию. У меня кот в основном находится на втором этаже, а кошка в основном на первом этаже. То есть кот спускается на первый этаж, только как бы поесть, ну, там немножко походит и обратно. Он спит, в принципе, постоянно находится на втором этаже. Кошка на первом этаже. И кошка, она, ну, особо меня не любит, потому что она такая женщина злопамятная. А я на ней всякие манипуляции провожу. Я уже об этом говорила. Какие-то там отблох и тому подобное, в общем, ей даю и так далее. Она ходит на улицу, даже в морозы, кстати. Вот она гуляет на улице. Она такая пушистая, ей, наверное, не холодно. Но у морозы, конечно, ненадолго. А так она, в принципе, уходит, вечером уходит гулять, а так спит там где-нибудь на диванчике на первом этаже. И я ее особо стараюсь не тревожить, потому что она все-таки дама в возрасте. Поэтому, наверное, ее редко снимаю, потому что я обычно, ну, как получается, прихожу на второй этаж, что-то там снимаю, и приходит тут же кот. И, конечно же, я его снимаю. Вот сейчас не пришел, обиделся, да, вот такой вредина. Есть у нее такая история. Ночью, наверное, орать будет опять. Вот. Так что вот так вот. Вот. На это, наверное, надеюсь, вам ответила. Вот. Ну и на сегодня буду с вами прощаться. Не забудьте, что все ссылочки оставила вам внизу в инфобоксе. Всю информацию. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok